Аллилуйя, дорогие друзья! Приветствую вас во имя Иисуса Христа! Сегодня удивительный, чудесный день, когда мы собрали все вместе Вы там, мы здесь, для того, чтобы слушать Слова Божие Для того, чтобы пребывать в Боге Знаете, есть личная вера, есть коллективная вера Когда мы вместе всей церковью Знаете, есть личная, индивидуальная молитва Есть молитва согласия, когда ты с кем-то соглашаешься И знаете, в Библии много есть моментов, как написано Когда церковь прилежно молилась о Петре То Бог, представляете, навел такое землетрясение на тюрьму И вывел оттуда Петра Он просто вывел оттуда Петра Там не было землетрясения, правда Это было силой и Павлом Но Петра Бог вывел по молитве церкви Представляете, церковь молилась Вот есть какая сила Поэтому это есть воля Божия Чтобы церковь собиралась вместе Чтобы мы собирались вместе Знаете, как семья В израильской традиции Всегда Там есть такая традиция Что вечером вся семья собирается вместе И они кушают и общаются И никто никуда не торопится Понимаете, Бог, Он тоже нам открылся Как отец, как сын То есть это семья Это семья Мы тоже, мы должны быть вместе Мы не должны быть поодиночке Прежде чем я буду проповедовать Я хотел бы сделать маленький акцент Чтобы мы задумались Что немудрость пяти дев Помните, где Иисус рассказывал притчу о десяти девах Там были пять мудрых, пять неразумных С пяти мудрыми все нормально У них было масло Они вошли на брачный пир Они были радостны Но что же с теми пяти немудрыми В чем заключалась их немудрость? И их немудрость заключалась в их лении Они не запасались маслом Сейчас то время Не завтра будет то время Не послезавтра Завтра не существует Есть только сегодня Если вы скажете завтра То когда вы дождетесь завтра Будет опять сегодня Поэтому сегодня тот день Когда нужно запасаться маслом И иметь плотные, хорошие Прекрасные отношения со Святым Духом Вы не думайте, что вы без Святого Духа Пойдете на небеса Иисус сказал, что кто Духа Святого не имеет То Духа Христа не имеет Те и не Его Он не признает Он признает своих детей Только по Духу Святому Это единственное различие Представьте Омытый кровью И наполненный Святым Духом Поэтому их немудрость Заключалась в их лени Им была лень Знаете, у них всегда были другие дела Им была лень Вы знаете, читать Библию Молиться Слушать проповеди Слушать прославления Знаете, ходить Встречаться с верующим Молиться Все было лень Лень, лень, лень Лень И в итоге это лень Их убило Аминь Итак, тема проповеди Будет называться Видящие будущее Те, кто видят будущее Нам очень важно Видеть свое будущее Мы не должны быть слепые Как овцы Мы должны уметь Иметь ух Как у овцы Но Не зрение Как у овцы Потому что Зрения у овцы Вообще никакое Если она 30 метров От дома отходит Она обратно дороги Уже никогда не найдет Что такое 30 метров Вот Ты что, овца не видишь что ли? Вот твой дом Иди сюда Вот загон твой Не, она не видит Поэтому нужен пастух Пастух идет Делает какие-то звуки свои Они привыкли к этим звукам Голосу И они знают Куда надо идти Поэтому у нас должен быть Хороший слух Как у овцы Да? Потому что Иисус говорил Овцы мои Слушаются голоса моего Не идут за чужим Знают меня И я знаю их Вот что важно Но зрение у нас должно быть Намного дальше Чем сегодня Чем события Которые происходят Сегодня, завтра Мы должны видеть Свою вообще кончину Мы должны видеть До конца Свою жизнь Почему? Тогда у нас будут Правильные решения Действия Притча 22.3 Я прочитаю два перевода Это интересно Синодальный И Новый Русский Благоразумный Видит беду И укрывается А неопытный Идут вперед И наказываются Притча 22.3 И вот Современный перевод Умный Видит опасность И прячется А простаки Идут дальше И страдают От этого Представьте Умный Видит беду То есть Глупый Он не видит Беды Никакой Для него Для него Все нормально Он идет Вперед И не знает Что там Капкан Он не знает Что там Ловушка Он не знает Что там Засада А умный Написано В одном Переводе Благоразумный И умный То есть В благоразумном Тоже слово Умный Умный Тот Кто рассудительный Он видит Это беда Это беда Вот почему Многие люди Они не видят Для себя Что это беда Они разговаривают Как хотят Думают О чем хотят Смотрят Что хотят Поступают Как хотят Почему И они говорят Что это свобода Что я свободный человек Да не свободный Ты человек Ты живешь По воле князя Тебе грешная природа Ты делаешь грех Как же ты свободен Ты делаешь грех Если ты делаешь грех Ты раб дьявола Извини меня Что вначале Дьявол сыгрешил И смотрите Многие семьи Разрушились Из-за того Что не следили За своим языком Он слово Она слово Он слово Она слово Хочется же Ужалить посильнее Да Но ты постарайся Увидеть Что твоя семья Будет разрушена Ты будешь один Почему Ты не видел Никакой беды Ты говорил Направо Налево Оскорбительные слова Все Твоя семья Разрушена Представляете Как люди себя ведут Сегодня на работах Начальник им что-то говорит Они ему дерзят Хамят Думаете Они бы хамили И дерзили Если бы знали Что они будут уволены Нет Они бы сдержались Они бы воздержались Они бы опустили голову Как положено Перед начальством Опустили бы голову Все бы выслушали Сказали бы Простите Я исправлюсь Пошли бы Дальше бы Работали бы И с начальником Были бы хорошие отношения Нет Послали куда-то Начальника подальше Почему они послали Потому что Они не видели беды Они не видели Своего будущего А теперь у них нет работы И знаете Есть люди Которые с одной работы Их увольняют И с другой увольняют И с третьей увольняют И они отовсюду Увольняются Есть люди Которые хотят уволиться Их не отпускают Они говорят Ты что Не вздумай даже Мы тебе поднимаем Зарплату А есть люди Которые просто говорят Все До свидания Ты уволен Есть даже Такое выражение Думай сначала О конце И ты не согрешишь Почему люди Так легко Сегодня грешат Так произвольно Грешат Так легко Грешат Сознательно Грешат Ведь знают Что это грех А знаете Почему Потому что Они не видят Где они окажутся В будущем Они не видят Какая боль Будет Проходить Через них Каждое мгновение Послушайте Их не то Что три часа Мучают Два часа отдыха Знаете Холодной водой Облили Чашку кофе Тебе принесли Там Вентилятор На тебя поставили Ну отдохни Мы придем Через два часа Там Будут Постоянные Мучения Люди Которые Играют С грехом Ничего общего Не имеют С Богом И у них Нет шанса У них Ноль из ста Ноль из ста Попасть На небеса Люди Которые Грешат Знаете Я бы хотел Сейчас Так же Обратиться К группе Людей Это определенная Группа Людей Может быть Даже Больше Какой-то Процент Те Которые Думают Что верующие Это какие-то Ложки Ложки Простаки Серые Люди Недалекие Люди Неопрятные Какие-то Плохо Одевающиеся Немодные Застрявшие В каких-то Там Вообще Непонятно В каких-то Временах Таких Знаете Древних Что верующие Это какие-то Такие Люди С которыми Не хотелось Бы себя Отождествлять И вам Рисует Дьявол Картины Специально Чтобы вы Сказали Да не Я с такими Вообще Людьми С таким Обществом Верующих Людей Не хочу Себя Отождествлять Не хочу Ничего Общего Иметь Но Послушайте Когда Иисус Умирал В какой Одежде Он умирал Он был Без одежды Он был Окровавлен То есть Вы Они 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 Такие Недалекие Они Такие Бедные Знаете Можно Долго Перечислять Какие Люди Я вам Скажу Что Это Вам Рисует Дьявол Я Видел Разных Верующих Да Я видел Простых Верующих Каких-то Необразованных Я видел Также Образованных Коупа Два Высших Образования Людей У которых Есть Достаток Материальный Причем Такой Серьезный Достаток Материальный Я видел Красивых Людей Ты Посмотришь Можешь Влюбиться Даже Поймите Не это Важно Важно Есть ли Там Твое Будущее Хочешь ли Ты Идти На Небеса И Знаете Даже Если Сегодня Церковь Она Как-то Не имеет Такой Мощи Славы По Каким-то Причинам Может Быть Потому Что Перефокусировка Произошла То Все Равно Лучше Быть На Стороне Церкви Быть На Стороне Молящихся Людей Быть На Стороне Знаете Может Бабушек Потому Что Дедушки Непонятно Где Смотрите Кто В церковь Ходит Кто В храмы Ходит Бабушки Почему Бабушки Ходят В храм Потому Что Увидели Своё Будущее А Молодежи Лишь Колбаса Знаешь С тобой Занимается Сатана С тобой Занимается Дьявол Он Тебе Рисует У меня Такие Жи Были Я С детства С верующей Семьи Я ходил В церковь Баптистскую И я Видел Действительно Странное Всё Вокруг Себя И Внутри Внутри У меня Никогда Не было Такого Желания Вау Я Здесь Я Так Счастлив Я Хочу Быть Здесь Всё У меня Не Было Такого Я Действительно Видел Какое Всё Скучное Но По какой-то Причине Выглядит Это Не Является Мерилом Или Измерением Твоим Где Тебе Быть Послушай Есть Очень Много Веселящих Мест Где Собираются Звёзды На Всяких Знаете Своих Сборищах Смеются Там Шутят Там Вся Элита Послушайте Я Задам Один Вопрос Где Эти Звёзды Окажутся Они Будут Плакать Всю Вечность Будут Скрижетать Зубами И Говорить Как я Как ужасно Что я Пренебрёг Церковью А ведь Ко мне Однажды Приходили Верующие А ведь Ко мне Однажды Меня Господь Призывал Через Того Из Другого Послушайте Я вам Расскажу Один Случай Один Бывший Банкир Знакомый Он Сейчас Пастор Он Был Конечно Банкир Директор Банка Нескромным Знаете Несмирённым Ну Он Знал Себе Цену Он Был Гордым Человеком И Он Говорит Что Однажды Я Сижу В Офисе А Ко мне Невозможно Просто Так Пройти Человеку С Улицы Невозможно То есть Ты Должен Пройти Одну Охрану И Вторую Охрану Чтобы Попасть Ко Мне В Кабинет И Я Говорит Смотрю Ко Мне Заходит Какая-то Женщина И Начинает Мне Говорить Об Иисусе Христе Я Ее Выслушал Отложил Какую-то Ерунду Мне Рассказали Вообще И В общем Потом Случилось Так Что На него Повесили Была Какая-то Определенная Очень Мощная Махинация И На него Долг Там Что-то Вообще Что-то С банком Там Подставили Его И Он Попал На Большие Большие Очень Деньги Он Взял Эти Полмиллиона Долларов Там Убежал Там Вскрывался И Так Далее Потом Его Поймали Арестовали Посадили И Говорит Как раз В тот год Отменили Смертную Казань А то Я Пошел Под вышку Уже Вот И Дали Ему Там Что-то Большой Большой Срок И Вот Говорит Тюрьме Я Уверовал И Сейчас Он Служитель Сейчас Он Служит Проповедует Представьте Иногда Люди Не хотят Прийти Когда Они Знаете Здоровые Молодые Когда Вот Вот Эту Твою Силу Для Христа Для Служения Нет Нет Не Хотят Твою Красоту В церкви Такие Красивые Вы Пели Стояли Впереди Нет Не Хотят Не Хотят Почему Потому Что Дьявол Он Обманул Людей Если Он Уж Первых Святых Людей Обманул Он Пообещал Им И Ничего Не Дал Он Ничего Не Дал Им Они Наоборот Все Потеряли То Тем Более С тобой Он Разберется Легко Итак Думай О том Где Ты Окажешься Думай То Как Ты Живешь Думай Смотри Анализируй Свою Жизнь Ты Отличаешься От Животного Это Тебе Комплимент Животные Они Думают Просто На Есть Траву И Вот Смотришь На Этих Гусей И Думаешь Какой У них Смысл Жизни Осознают Ли Они Вообще Себя Со Стороны Видят Анализируют Они Просто Щиплют Траву Целый Целый День Щиплю 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 Потом Оставляют Траву В виде Какашек И так Далее И все И потомство Сделали И те Так же Щиплю Щиплю Не задумываются Ни о чем Послушай Ты человек Ты создан По образу И подобию Бога Тебе Нужно Задуматься Тебя Бог Все Святые Ангелы Все Все Ждут На небесах А ты тут Такое еще Думаешь Идти мне На небеса Или не идти Жить мне Святой жизнью Или не жить Мне Святой жизнью Послушай Просто Увидь Где ты Окажешься Или По другому Что ты Можешь Пропустить Увидь Просто Увидь Что ты Можешь Пропустить Своё Счастье Почему Просто Потому что Не думал Лень Было Подумать Даже Знаете Лень Кому-то Лень Там Знаете Позаботиться О себе А другим Просто Лень Подумать О себе Знаете Мы не всегда Мотивированы Хорошим Больше Вот мы Платим Налоги Почему Ну из-за Страха Проблемы Будут А не Будут Налогов Полиции Никто Большинство И не Платило Налогов Даже Если Б знали Это Преступление А мне Что Только Потому что Есть Знаете Люди Надо Платить Или Например Вот Знак 30 Ограничения Ну Кто Радуется Этому Знаку Кто Представь Тебе Надо Ехать 30 Не 80 А 30 И Ты Избавляешь Скорость Ты Едешь Почему Потому что Ты Знаешь Что Ты Будешь Наказан И Ты Этим Мотивирован Ты Мотивирован Только Штрафом Когда Ты Видишь Полицию Ты Вообще Предельно Осторожен Предельно Поворотники Показываешь Все Все Показываешь Почему Знаешь Что Тебя Тут же Остановят Будет Допрос И Могут Тебя Наказать Ты Ничем То Хорошим Мотивирован Ты Мотивирован Последствиями И Ты Хорошо Понимаешь Когда Ты Видишь Фоторобот Если Ты Несся Там Больше Сотни То Ты Скидываешь До 80 Почему Опасность Ты Видишь Эту Беду Ты Видишь Что Теб Пришлют Фотографию Очень Дорогую Домой Неважно Как ты Там Получился Кому-то Присылали Уже Фотографии Домой Да Нежеланные Дорогие Фотографии Знаете Иисус Об Аде Говорил Больше Чем О Небесах Во Многих Церквях Сегодня Об Аде Не Говорят Что Вы Это Это Знаете Это Знаете Это Очень Очень Жестоко Это Очень Сильно Потревожит Людей Это Нужно Человека К этому Подготовить Подготовить А если Человек Неподготовленный Попал В ад И что Ну и как Ты готовься Не готовься Человеку Надо Просто Предупреждать Не пугать Но предупреждать Я против Запугивания Но некоторых В принципе И не мешало бы Запугать Потому что Нас столько Обнаглели А почему Запугать Ну Из-за того Чтобы он Просто Из-за любви К нему Чтобы его Спасти От ада Ему Нужно Ему не просто Нужно Слышать О любви О том Он Пренебрегает Всем Ему Нужно Слышать О наказании И конечно же Потом О любви Думай В начале О конце И ты не Согрешишь Подумай Где ты Можешь Оказаться Подумай О том Что ты Можешь Пропустить Иисус Перед тем Как прийти На землю И выполнить Свою спасительную Миссию Видел Он видел Заранее До Рождества Христова Сам Иисус Христос Видел Как много Людей Будут мучиться В аду Если он Не придет И не спасет Их Он их Видел Вы думаете Просто так Иисусу было Нечего делать На небесах И он такой Думает Пойду-ка я И спасу Людей Нет Он видел Что они Живя Во грехах Попадут В нечеловеческое Место Послушайте Это место Для бесов И демонов Это как животные У них Морды Животных Вы думаете Бесы Демоны Выглядят Нормально Они только Маски умеют Одевать Они умеют Превращаться Во что-то Красивое В какого Джентльмена Понимаете Или в красивую Девушку Которая может К вам по ночам Приходит Это бесы Демоны Если вы увидите Настоящее Их обличие Как они выглядят Вы перепугаетесь Вы покаетесь Сразу во всем Иисус видел Что люди Попадут В нечеловеческое Место Где будет Месиво Послушайте Бог Создал Ад Только Для падших Ангелов Больше Не для кого И тот Факт Что люди Туда попадают Это нонсенс Ты спрашиваешь Слушай Ты боишься Об плиту Обжечься Когда ты Включил Комфорку Ты так боишься Ты деткам Не трогай Не трогай Не трогай Не трогай И ты Не боишься Всему Своему телу Быть вернутому В огонь Послушай А все А все А все потому Что люди Не смотрят В будущее Они смотрят Только вот Сейчас Живи Одним Днем Ни о чем Не думай Живи В кайф Пусть тебе Никто Ничего Не говорит Как тебе Надо жить Как тебе Надо делать Да Попробуй Много таких Уже попробовала Где они сейчас Где этот богач Что он сказал Что он сказал Аврааму Богач Я мучаюсь В пламени Сем И как он Переживал За своих Пять братьев Которые Так же Гушбанят На земле Представьте Он в аду Знает Что они грешат И он знает Что они придут Сюда Он знает Это То есть Там разум Не отнят В аду Разум Не отнят Аналитика Не отнята Он видит Будущее Теперь Раньше Он не хотел Смотреть А теперь Он видит Своё Он понял Что не изменить Он говорит Ну пошли Лазаря На землю Хотя бы Чтобы они Сюда не пришли Мои пять братьев Представляете Многодетная Семья И вся Грешит Вот это Ужас На земле Им все Завидуют Богатые Богатые Как одеваются О А что Они едят О Я бы Также Нам Хотел бы Ты хотел бы Их Конец Получить Нет Тогда Не надо Туда Лезть Иногда Люди Говорят И не думают О своих Последствиях А я Не хотел А я А я Не думаю Да надо Думать Надо думать Прежде чем Ты говоришь Знаете, многие люди Богу говорят все подряд Обещают ему, такую жизнь обещают Что они все для него сделают Все, Господь, возьми меня А потом забывают, о чем они говорили Господь уже подумал, что уже с тобой серьезно можно работать, сотрудничать Уже ты надежный человек А ты такой ведешь себя, как будто ты вообще первый раз слышишь эти слова Сколько людей посвящали свою жизнь, плакали О, Иисус, я посвящаю тебе всю свою жизнь Потом забыли вообще Перефокусировались А это было на эмоциях Ну молился, да, молился Ну что теперь? Так нельзя Ты уже должен думать о последствиях Всегда есть последствия Когда ты думаешь, когда ты говоришь, когда ты действуешь Когда ты что-то делаешь Всегда будут последствия Поэтому смотри в свое будущее Ты строишь свое будущее Иисус говорил, что было два домостроителя Не Бог и дьявол отвечал за строение их дома А они лично сами Один построил хорошо, на основании, по чертежам, по плану Все, как было написано в Библии Построил свою жизнь И она оказалась прочной А другой, какая Библия, зачем мне нужна? Я сам знаю, как жить И построил свой дом так, что он рухнул И все, много людей В леске К суициду, к самоубийству Потому что их все бросили Жена бросила Или муж бросил И там еще, я не знаю, какая колбаса происходит Слово это очень хорошее Думай о будущем Думай о своем будущем Не только о земном будущем Подумай о будущем Вечном Иногда мы о детях своих думаем А мы думаем о их вечности Мы им говорим о вечности Ребенку уже с трех лет Можно говорить Проповедовать Евангелие С трех лет Многие говорят А, они маленькие Отойдите отсюда Вы ничего не понимаете Как раз таки они И такие и понимают все У них еще нету фильтра Нету засора Взрослые бывают Не понимаешь Ему говоришь Иисус любит тебя А он слышит Бог тебя ненавидит Бог тебе послал беду в твою жизнь Это вся беда в твоей жизни Это Бог, Бог И он говорит Один говорит Я уже сказал Богу Бог оставь меня Ты столько зла сделал Я знаю что я виноват Но оставь меня уже устал Я говорю Послушай Не Бог это сделал Дьявол это сделал Бог тебя любит А нет Он стоит на своем Он верит в это Он говорит Бог оставь меня уже Оставь меня в покое Я уже устал так жить И что такому человеку сделаешь Вот что ты ему сделаешь Ничего Он так выбрал жить А что привело его к такой жизни Он наплевал на свое будущее Как ты можешь наплевать на свое будущее Если ты покупаешь продукты Кладешь их в холодильник И видишь свое завтра Послезавтра И послезавтра И не видишь свое будущее Своей души Ты видишь будущее своего тела О я встану и классно позавтракаю Ого А по обеду я еще вкуснее Ты позаботился А о душе вообще нет Поэтому сделай переоценку Тебя никто не торопит Возьми помолись Вообще тебе нужно покаяться Прийти к Богу И задуматься Покаяться Прийти к Богу И начать новую жизнь Вместе с Богом Вместе с Писанием Вместе с Библией Только так Ты дойдешь до небес С этой земли Два выхода Один в ад Другой в рай Точно ты по одному из них пойдешь Сто процентов Ты не останешься в пространстве Не будешь заблудшить душой Летающий Как бы О тебе забыли Тебя не усмотрели И ты такой остался Между двух этих порталов И летаешь такой Непрекаянный Всю вечность Такого не будет Четко Точно Про тебя знают Ты пойдешь Либо в ад Либо в рай В рай Просто так Никто не попадает Туда Это надо выбрать Это надо осознанно Призвать Иисуса Христа Тебя осознанно Надо отказаться от греха Возненавидеть его Отойти от него Как от грязи какой-то И пойти в сторону Бога Только так ты можешь Наследовать небеса Ты не думай Что если ты живешь Мирской жизнью Ты окажешься на небесах Это ложь Нигде ты на никаких небесах Не окажешься Ты окажешься в аду Что ты грешник Ни один грешник На небеса не попадает Ты должен уже на земле Стать святым Через кровь Иисуса Когда ты призываешь Христа Иисус тебя омывает Своей кровью И ты становишься святым Ты становишься праведником Готовым к небесам Аминь Давайте сейчас будем молиться